17 декабря состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Тверского регионального отделения Союза машиностроителей России и Фонда развития промышленности Тверской области. Свои подписи под документом поставили председатель регионального отделения Союзмаш-России, генеральный директор Тверского вагоностроительного завода Артём Авелян и директор Фонда развития промышленности Тверской области Иван Монахов. Об этом рассказывает наш корреспондент. Стороны намерены сотрудничать в сфере разработки и реализации программ и проектов, направленных на развитие реального сектора экономики, в частности отрасли машиностроения, содействуя предприятиям в получении господдержки. Это соглашение позволит, кроме крупного такого предприятия, как Тверского завода, сегодня получать привлекательные, благоприятные условия для дальнейшего развития. Данное соглашение поможет машиностроительным предприятиям Тверской области проводить модернизацию производства, выпускать конкурентоспособную продукцию. По мнению Ивана Монахова, важно, чтобы как можно больше предприятий смогли получить поддержку со стороны фонда. В направлении развития мы видим три. Первое – это вовлечение наших малых и средних предприятий, с которыми активно работает фонд, в формат союза машиностроителей, что очень важно для нас. Это структурирование стратегии развития промышленности. Третье направление – это популяризация формата взаимодействия с фондом в рамках программы национального проекта повышения труда и занятости. Фонд осуществляет льготное финансирование по девяти программам. С 2019 года предприятия получили более 763 миллионов рублей. Фонд реализует в регионе нацпроект «Производительность труда», для участия в котором уже подали заявку предприятия группы компаний, ключевые системы и компоненты, входящие в Союз МАШ России. Мы уже имеем хорошую историю наших отношений. Коллеги приглашают представителей Союза МАШ как экспертов в свою работу. Я в частности в том числе состою и активно принимаю участие в экспертном совете Фонда развития промышленности. Уверен в том, что подписанное соглашение будет хорошей почвой для развития. И в ближайшее время мы будем обсуждать новые инструменты поддержки для машиностроительных предприятий, для промышленности. О продвижении вперед говорила и Татьяна Кременецкая, ИО-министр промышленности торговли Тверской области. Подписание данного соглашения между региональным фондом развития промышленности и региональным отделением Союза машиностроителей Это очень важное событие для Тверской области, потому что в дальнейшем это облегчит работу с предприятиями машиностроительного комплекса. Таким образом соглашение будет способствовать дальнейшему формированию экономической платформы благополучия Верхневолжья и страны в целом.